Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Со второй попытки депутаты приняли проект государственного бюджета на 2020 год. Достижения, несмотря на трудности, министра обороны Абхазии, как был итог работы вероятности в 2019 году. Новогодняя сказка в подарок. Беретворительный фонд Абхазии при поддержке партии Народный фонд Абхазии построили волшебный вероятный принятие. Со второй попытки депутаты парламента приняли государственный бюджет на 2020 год. 26 декабря парламентарии проголосовали против поправок, которые предлагал профильный комитет, и против первоначального проекта закона о госбюджете на 2020 год. В понедельник, 30 декабря, депутатский корпус вновь собрался, чтобы рассмотреть единственный и главный вопрос повестки. Слово Илеонори Гелаян. Открыл в ней очередное заседание сессии парламента спикер Валерий Кварча. Он рассказал, что в пятницу 27 декабря состоялось заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, где обсудили поправки, разработанные депутатами. Председатель профильного комитета Натали Смир отметила, что бюджет на 2020 год прошел еще раз через долгое и тщательное обсуждение. Она отметила, что депутаты должны понимать меру ответственности, когда не принимают бюджет. На основании заключения контрольной палаты, которое было у всех представлено, и у наших коллег была возможность ознакомиться с заключением контрольной палаты. На эту тему наш коллега, в частности, Рауль Валерьевич, отмечал, что будет у нас увеличение по заработным платам в сумме 453 миллиона. Но не были внесены, в принципе, в рамках комитета это обсуждалось и до того. Но после непринятия бюджета мы решили внести эти корректировки. Естественно, если сумма софинансирования по заработным платам внесена в бюджет, то, естественно, должны быть извлечены доходы. Доходы местных бюджетов увеличиваются на сумму подоходного налога в сумму 39 миллионов. Естественно, потому что заработные платы, это в основном разбивка будет идти по районам. Мы сейчас говорим о общей сумме, но каждый район знает параметры свои, на какую сумму будет увеличен их местный бюджет. То есть меняются параметры государственного бюджета на сумму 39 миллионов. Соответственно, меняется по доходам. Государственный бюджет составит 10 миллиардов 301 миллион. По расходам 10 миллиардов 604 миллиона. Где дефицит составит 302 миллиона. Итак, внесенные изменения в республиканский бюджет позволят увеличить доплаты пенсионерам, не получающим пенсию России на 100%. Это вызвало вопросы у оппозиционных депутатов. Еще на предыдущем заседании такой бюджетной возможности представления не было, отметил депутат Пашаршин. У нас уже появилась шутка, что если бюджет будет для пенсионеров увеличиваться каждый раз, когда оппозиция будет протестовать против принятия бюджета, то мы готовы каждый год не пропускать бюджет и думаем, что к окончанию нашего созыва пенсии достигнут 5000 рублей. Если за ночь решается такой вопрос. Что касается вопросов, хотел бы задать следующий вопрос. Увеличились пенсии, нагрузка дополнительная на бюджет. И плюс те поправки, которые внес профильный комитет. Джансух Эдуардович, наверное, вопрос к вам и к руководителю комитета. На сессии в четверг вы говорили о том, что данные поправки дают дополнительную нагрузку на бюджет, и бюджет может просто не выдержать. Не помню, не могу цитировать точно, но вы были как бы решительно против этого. Ну вот хотелось бы узнать комментарий, что изменилось с того момента. Министр финансов Джансух Нанба напомнил, что прошлый проект бюджета исполнительной властью был признан оптимальным. Сегодняшний документ не предполагает увеличение доходной части бюджета, отметил министр. С учетом того, что предложение Валерия Емельевича в части увеличения доплаты к пенсии было детально изучено и рассмотрено, вы видите, что в республиканском бюджете доходная остается на том же уровне. Расходная часть увеличивается в части межбюджетных трансфертов по пенсионному фонду на 17 месяцев. И 32 миллиона расходная часть увеличивается по тем предложениям профильного комитета, которые были озвучены. Данное увеличение расходной части планируется покрыть за счет дефицита, источником финансирования которого являются кредитные средства, которые планируется привлечь от, в первую очередь, Национального банка и иных кредитных организаций Республики Абхазия. Депутат Батал Тавагова заявил, что средства изыскали благодаря совместной работе профильного парламентского комитета и контрольной палаты. Также он назвал бюджет нереформическим. Наталья Викторовна вместе с председателем контрольной палаты, здесь сидящим, они эти деньги нашли и показали, где можно взять для того, чтобы перекрыть. Ну, мы должны, конечно, в первую очередь сказать тем, кто это нашел. Может быть, в первую очередь надо поблагодарить Российскую Федерацию, которая оказывает помощь, потому что из этой помощи, как говорится, нашли. Это тоже надо признать, как бы, и поблагодарить. И найти, и поблагодарить тех, которые, как бы, нашли эти деньги. Ну, думаю, что ничего в этом стыдного нету, когда говорят, что кто-то нашел и правильно сделал. В итоге, как бы, в итоге пенсионеры, которые получат эти деньги, это не, конечно, небольшие деньги, к великому сожалению. А какие, кстати? Ну, добавляется... Ну, скажем так... Сколько получает пенсионер, сколько пенсионеров получает? Ну, там разные, там разные. Кто-то получит... Нет, ну это же просчитано, мы увеличим. Нет, он имеет... Если будет у людей, которые... Ну, максимально будет... Да, максимально... Это сколько? Разница в категории? Ну, максимально будет 2,5 максимально где-то, приблизительно около 2,5 максимально, а там наверняка еще... Нужно вообще, когда верстается, ничего стыдного нету приглашать все структуры, которые это дело знают. И не надо этого стесняться. К великому сожалению, надо признать, что этот бюджет не является каким-то реформистским. У нас каждый год бюджеты практически повторяются, и если нам оказали помощь, то оно может быть добавится. Никаких реформистских вещей нет. Ну, собственно говоря, все должны понимать, что когда выборы президентские проходили, как бы никто никакие реформы не обещал. Так что, извините. Остался верным своей первоначальной позиции депутат Раул Голло. Он не поддерживает правила бюджета 2020 года. И еще раз напоминает, что считает такой документ антинародным, несмотря на внесенные изменения. И мы должны это понимать, что этих денег нет. Это воздушные деньги. Поэтому это дефицит. Поэтому я вам предлагаю не голосовать за этот бюджет, уважаемые коллеги. Он антинародный бюджет. Именно так я его и оцениваю. В нем не заложены никакие положительные показатели для нашей страны. В нем заложено только увеличение разных откатов, коррупции. 5% будет получать от этого бюджета определенное количество людей, а остальные граждане наши только будут получать крохи с этого стола. И вы все прекрасно об этом знаете. Я не предлагаю вам выходить на парикады. Я предлагаю вам просто как депутаты, как депутаты от народа проголосовать именно так, как вы понимаете. Вы все прекрасно понимаете, что этот бюджет не на пользу нашей стране. Мы должны показать исполнительной власти, что они не работают, что неэффективная работа у них. Мы должны вернуть этот бюджет. Вот наша какая задача. У нас единственное есть для этого механизм не проголосовать. И ничего, как правильно Наталья Викторовна говорит, не случится. Поэтому, если мы проголосуем за этот бюджет, то мы все расписываемся в том, что будет происходить в нашей стране. Более часа депутаты обсуждали законопроект. В первом чтении его поддержали 23 депутата. Шесть проголосовали против. Во время голосования во втором и окончательном чтении, в знак протеста, зал покинули шесть депутатов. Баталайба, Лаша Ашуба, Омар Джинджоли, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш. В итоге за проект закона проголосовали 20 присутствующих парламентариев. Госбюджет на 2020 год принят. Элеонора Гилая, Рамо Канки, Абаза ТВ. Депутаты парламента Абхазии Умар Джинджоли, Лаша Ашуба, Юрий Хагуш, Дмитрий Итбар, Баталайба, Рауль Лолуа, Инал Тарба, Стамур Аршба сделали заявление, в котором объясняют свое решение голосовать против проекта закона Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2020 год. Заявление распространил медиаклуб Апсны Яхя. Данное решение было продиктовано тем, что, по нашему мнению, главный финансовый документ страны не отвечает потребностям и чаяниям общества, а лишь удовлетворяет интересы отдельно взятых лиц и групп, говорится в частности в заявлении группы депутатов. Официальная хроника. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравлении, в частности, говорится, 2019 год был плодотворным для Абхазо-российских отношений. Продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах. Убежден, что реализация достигнутых нами в ходе содержательных переговоров двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими странами. Хочется особо отметить ваши личные усилия, направленные на содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В канун праздников искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на вашем высоком посту, а всему народу России, мира и процветания. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Абхазии Раулю Хаджимба поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится, российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов. Искренне желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии мира и процветания. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил президенту Республики Абхазии Раулю Хаджимба поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. Поздравление в частности отмечается. В уходящем году российско-абхазские отношения, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались. Совершенствовались договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия, механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества. Убежден, что в 2020 году мы продолжим активную работу по расширению практических связей в различных областях. Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу счастья и благополучия. Кроме того, поздравительными адресатами накануне Нового года и праздника Рождества Христова обменялись президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. Рауль Хаджимба и президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Поздравительные телеграммы продолжают поступать. Достижения, несмотря на трудности, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария подвел итог работы ведомства в 2019 году. На торжественном заседании генерал армии отметил, что последовательно решаются задачи, стоящие перед вооруженными силами Абхазии. После выступления министра обороны медалями Министерства обороны за добросовестное исполнение своих военных обязанностей были награждены 15 человек. После официальной части начался праздничный новогодний концерт. Об этом расскажет Анастасия Никонова. Итоговое заседание Министерства обороны уходящего 2019 года было разделено на два блока. В первом министр обороны Мираб Кишмария подвел итоги работы главного оборонного ведомства страны. По словам генерала армии, уходящий год, несмотря на трудности, подарил немало достижений и обогатил новым опытом. Последовательно продолжают решаться задачи, стоящие перед вооруженными силами Абхазии. Развитие вооруженных сил основывается на оценках нынешней перспективы военно-политической ситуации в стране и в мире. В 2019 году у нас в республике прошли выборы президента, главнокомандующего вооруженными силами. Президент правительства республики деляет постоянное внимание в совершенствии обороноспособности армии, в укреплении ее материальной и технической базы. Это вселяет в скором решении задач, стоящих перед нами в ближайшем перспективе. Вооруженные силы уже предприняты практические шаги по формированию профессиональной армии. Действительно увеличилось количество офицеров с высшим военным образованием, многие из которых окончили военные учебные заведения Российской Федерации. Министерство обороны Абхазии в корне пересмотрело вопросы оперативной боевой подготовки, подчеркнул министр. Отрабатываются вопросы организации взаимодействия между вооруженными силами, а также другими подразделениями и формированиями. Среди приоритетов нашего международного военного сотрудничества особое место занимает Российская Федерация, наш стратегический партнер и союзник. Мы намерены совершенствовать и развивать систему взаимодействия с частями подразделений вооруженных сил Российской Федерации, с тем, чтобы наши подразделения могли выполнить свои цели и задачи в рамках подписанных соглашений. Сейчас в наших вооруженных силах совместно с воинским кандидентом вооруженных сил Российской Федерации формируется новый боевой состав, укомплектованный вооружением и военной техникой, обученным личным составом. Проводится комплекс мероприятий, в результате которых наша армия становится более мобильной, способной оперативно реагировать на современные вызовы и угрозы. Подытоживая доклад о работе Минобороны по итогам 2019-го, министр Мираб Кишмария поздравил защитников Отечества с наступающим 2020-м годом, пожелав успехов в профессиональной деятельности. Среди девчонки поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с новым 2020-м годом. Особые пожелания тем, кто эти праздничные дни несет в службу в караулах и во внутреннем наряде, обеспечивая спокойнее отдых своих сослужимцев. И искренние слова поздравления адресую тем, кто встречает 2020-й год вдали от родин, офицерам и курсантов, находящихся на обучении в военно-учебных заведениях России. Спасибо за службу, при этом с долгом верность присяге. С Новым годом! Поздравил весь коллектив Министерства обороны с наступающим и представитель посольства России в Абхазии Владислав Нечапаренко. По словам дипломата, в 2019 году российско-абхазские отношения продуктивно развивались. Стратегическое партнерство между странами укреплялось и в военной сфере, отметил дипломат. Наиболее ярким событием я бы отметил подписание министрами обороны Республики Абхазия и Российской Федерации генералам армии Кишмария Мирабам Борисовичем и генералам армии Шойгу Сергеем Кужугетовичем соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами, финансирование России, модернизация вооруженных сил Республики Абхазия. Вообще, следующий год, как я думаю все мы понимаем, не обещает быть легким. Наверняка придется и впредь иметь дело с попытками узкой группы стран навязать миру свой миропорядок. Все мы видим, что на сопредельной грузинской территории продолжается активность Североатлантического альянса, блока НАТО. С учетом всего комплекса современных угроз безопасности в Черноморском регионе, в следующем году Российская Федерация и Республика Абхазия совместно будут продолжать укрепление своих оборонных возможностей. В преддверии Нового года за добросовестное исполнение служебных обязанностей были награждены 15 человек. Медали Министерства обороны вручил лично Мираб Кишмария. После официальной части началась праздничная. Для коллектива Минобороны выступили детские хореографические ансамбли Голорыбского района и творческие коллективы Главного оборонного ведомства страны. Анастасия Никоноваторник, Амичба, Абаза ТВ. Сообщение правоохранителей. Прокуратура Гагарского района возбудила уголовное дело по факту обстрела домовладения гражданина Тамаза Барциц, который совершен 29 декабря примерно в 19.50 в поселке Бзыбь Гагарского района. По указанию министра внутренних дел Абхазии, оперативный состав центрального аппарата МВД был поднят по тревоге. В результате инцидента пострадавших нет. Следователи занимаются поиском лиц, совершивших преступление. До Нового года остается чуть больше суток. Медиков и специалистов социальной направленности с наступающим 2020 годом поздравил министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Сахнаки. Поздравление в частности говорится. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто работал в этом году на благо отечественного здравоохранения и социального обеспечения. В Новом году перед нами стоят новые масштабные задачи. Уверен, что трудолюбие и профессионализм врачей, медсестер и младшего медперсонала, а также социальных работников, их ответственность, целеустремленность и преданное служение делу помогут не только закрепить достигнутые результаты, но и добиться новых успехов. Провожая уходящий год, сохраним все лучше и будем двигаться вперед по пути новых достижений. Кроме того, министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия Тамаз Сахнаки и министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова обменялись поздравительными телеграммами. Новогодняя сказка в подарок. Благотворительный фонд Абхазии при поддержке политической партии Народный фронт Абхазии в одном из помещений санатория МВО буквально за полтора месяца построили сказочный городок со сценой, камином, большой елкой и красочными фотозонами. С 25 декабря по три раза в день здесь проходят утренники для детей из всех районов Абхазии. До 10 января совершенно бесплатно елку посетят более 1600 детей и все получат подарки. Новогоднюю сказку посетила Надежда Боровикова. Новое место новогоднего притяжения для детей создал благотворительный фонд Абхазия при поддержке политической партии Народный фронт Абхазии. В просторном светлом помещении развернулась настоящая новогодняя сказка. Здесь есть и сцены с камином, и красочные фотозоны, и большая красивая елка. Мы уже дошли до отметки 1650 детей. Это вот мы бесплатно в честь канала Нового года раздали эти пригласительные билеты по всем районам Абхазии. Абсолютно все за счет фонда и за счет партии. Более того, скажу вам честно, очень большое количество членов партии вносили членские взносы. Как бы, да, там у нас членский взнос, как бы, такой символичный, там 50 рублей раз в карту. Вот, люди многие по тысячу рублей, по две, по три давали. Сначала сидя на местах, а затем в эпицентре событий, дети активно участвуют в программе. По сценарию вместе с феями они должны зажечь по очереди все фотозоны, после чего яркими огнями вспыхнет главная елка. Режиссер-постановщик Анна Соловьева о сказочной декорации для праздника создала компания Carolina Wedding Design. Елка от партии Народный фронт Абхазии располагается на территории санатория МВУ. Это помещение нам и доставили бесплатно, но нам пришлось его ремонтировать. Оно было в ужасающем состоянии, и мы совместно с фондом, с партией и с Каролиной сделали этот ремонт и придали ему тот облик, который есть сейчас. Хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние стихи у елки и, конечно, подарки. Это, казалось бы, традиционная программа, но сделанная от души и с любовью вызвала у детей бурю эмоций. Как тебе елка? Она очень была красивая, просто бомбическая. Тут столько было веселого. Мы тут игрались, мы рассказывали штишки и мы фотографировались. Мне понравилось тут очень красиво. Все мне очень понравилось тут так здорово. Хочется тысячу раз тут побывать. Под впечатлением от елки не только дети, но и родители, которые еще полчаса после окончания программы фотографировали своих ребятишек в ярких красочных декорациях. Многие отмечали, что впервые видят в Абхазии такое красивое новогоднее пространство. Ой, впечатление уйма, очень сказочно. Все красиво. Спасибо огромное организаторам этого прекрасного мероприятия. Почаще бы у нас такое проводилось, было бы очень шикарно. Дети довольны, счастливы, все участвовали, получили подарки. Я думаю, Новый год удался. Праздничные представления проходят здесь 25 декабря по три раза в день. Большую часть пригласительных уже раздали детям из многодетных семей и семей сотрудников правоохранительных органов. Специально для тех, кто не получил пригласительный, но очень хочет попасть на такую елку, организаторы запланировали несколько платных мероприятий. Часть билетов продана, там все время идет реклама на страницах Фейсбука, Инстаграм. Там выставлены телефоны, люди звонят, передают друг другу. Там очень маленькая, небольшая часть, где-то 500 билетов платных. Новогодняя сказка от партии «Народный фронт Абхазии» продлится до 10 января. 31 декабря здесь планируется масштабное празднование Нового года с интересной программой, вкусной едой и подарками. А после шести вечера каждый день помещение сдается в аренду для фотосессий и корпоративов. Надежда Боровикова, Саид Агуха, Абаза ТВ. В преддверии новогодних праздников атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член общественной палаты Вадим Мироненко и его заместитель Наур Лагвилава привезли детям Донбасса гостиницы. Мандарины, апельсины, конфеты собирали неравнодушные люди Абхазии. Завороженно смотрели детишки на атамана, выступившего в роли доброго волшебника, подарившего им сказку. Весомую поддержку акции оказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также фирма «Премиум» в лице генерального директора Астамура Гагулия. Подарочные наборы были вручены воспитанникам интернатов, детских домов, особенным детям с нарушением слуха, речи, психики, деткам с синдромом Дауна и детям с ДЦП. Сегодня в программе Абаза ТВ смотрите очередной выпуск передачи «Время районных новостей». В этот раз наши коллеги-журналисты из Гагра ТВ, Гудаута ТВ и Гал ТВ расскажут о том, как встречает наступающий новый 2020 год в районах республики. Кроме того, вы увидите поздравление исполняющего обязанности мэра города Сухом Канна Кварче. Ну а с 1 по 15 января ежедневно на Абаза ТВ с 8 утра до часу дня смотрите специальный проект «Вещание для детей на абхазском языке». В программе предусмотрена передача образовательного и развлекательного характера. Кроме того, проекты, подготовленные при содействии Государственного комитета по языковой политике, художественные фильмы и мультфильмы, приведенные на абхазский язык и многое другое. Спорт. Сборная Абхазии заняла первое, второе и третье место по карате в чемпионате Донецкой Народной Республики. В международном турнире принимали участие Геннадий Цулая, первое место в двоеборье, Ката Кумите, Смел Сацба, второе и третье место в двоеборье, Адам Кабба, второе и третье двоеборье Кумите, главный тренер команды, президент Федерации карате на мече Абхазии Тимур Цулая. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, во вторник 31 декабря в Абхазии облачность с прояснениями погоды преимущественно без осадков, местами возможен туман. В предгорях и в горах к вечеру снег с дождем, температура воздуха ночью 8, 5 до плюс 13. Субтитры создавал DimaTorzok